В этих тренировочных залах ребята набирают нужную физическую форму. Каждый из них хочет стать победителем совместного проекта телеканала «Юнион» и клуба «Спортмакс». Из 32 их осталось 20. Адвокат по профессии и боец по призванию Ростислав Черномаз оттачивает технику бокса. Он уверен, возможность продолжить участие в уникальном шоу заработал своим упорством и терпением. Говорит, преодолеть усталость ему помогает поддержка зрителей телеканала «Юнион». Естественно, как победители рассчитывают только на победу. Я целеустремлен, собран, собираюсь все эти дни посвятить себе максимальной концентрации, подготовке к предстоящему поединку. Все тренера, большие специалисты своего дела, после тренировки с ними я, честно говоря, еле уношу свои конечности в разделалку. Не обошлось на этой неделе без травм. Во время тренировки один из бойцов поломал на ноге палец. Бойца после этого тренеры не видели. Предполагают, парень сдался без боя. Переносить из-за этого полуфинал не будут, ищут замену. Мы остались без команды, без тяжеловеса. Будем искать какую-то замену, но тоже в рамках формате шоу. Не спортсмена, а кого-то из новичков, кто согласится пойти выступить на полуфинале, скажем так, не испугается. Полуфинал будет захватывающим и непредсказуемым, обещаются авторы уникального бойцовского шоу. Его организовали телеканал «Юнион» и клуб «Спортмакс». Говорят, главная интрига – это финал. Он будет масштабным и увлекательным. У нас добавилась новость. Та команда, которая выиграет, она будет драться не с профессионалами, бойцами-спортсменами, а с бойцами из республиканского отряда спецназначений. Вчера мы договорились и с Росназом. Любители против бойцов Росназа. А пока тренировки продолжаются. На следующей неделе бойцов ждет встреча с лучшими бодибилдерами СНГ. Для ребят они проведут мастер-класс. Полуфинальный бой, которого ждут и участники-аматоры, и профессионалы, пройдет 3 ноября. О том, как готовятся к первым спаррингам, телеканал «Юнион» покажет в воскресенье в 20.00, с повтором в понедельник в 21.20. Злата Байрачная, Юрий Трелисенко, Панорама.